Добрый вечер! Вы смотрите информационный выпуск сегодня. Вначале о главных событиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Президент Анатолий Бибилов наградил мецената Дмитрия Коновалова Орденом Дружбы. На сегодняшней сессии парламент Республики рассмотрел и одобрил главный финансовый документ страны на 2022 год. Депутаты обсудили вопрос госграниц Южной Осетии. Перед депутатами выступил президент Анатолий Бибилов и озвучил свою позицию по данному вопросу. Сегодня на крайней сессии уходящего года депутаты парламента Республики Южной Осетии приступили к рассмотрению повестки дня, утвержденную с предложенными изменениями. Первым на обсуждение вынесли вопрос из раздела «Разное». Вперед к крайне необходимых и важных вопросам, требующих немедленного принятия. Сессия началась с обсуждения госграниц Южной Осетии. Депутат Амиран Дяконов ознакомил присутствующих о якобы проведенной работе госкомиссии. Дяконов заметил, что на встречах президента с населением было озвучено, что декрет не имеет юридической силы, поскольку он был принят до образования СССР. Однако с тех пор, считает Амиран Дяконов, границы республики не были подвергнуты каким-либо изменениям, а заявления главы государства не соответствуют действительности. Комиссия по делимитации и демаркации государственной границы республики Южная Осетия в Грузии проведена работа с этой работой. С информацией комиссии по делимитации и демаркации был ознакомлен президент Республики Южная Осетия и депутаты парламента Республики Южная Осетия. Информация комиссии однозначно свидетельствует о том, что граница Республики Южная Осетия, которая обозначена в нынешних условиях, критически не соответствует границам, которые определены декретом образования в Гостинской автономной области. Исчерпывающий материал предоставленной комиссии, с которым мы имели возможность ознакомиться, требует от президента Республики Южная Осетия, от исполнительной власти Республики Южная Осетия принять конкретные меры для защиты территориальных интересов и государственной безопасности Республики Южная Осетия. Перед депутатами выступил Анатолий Бибилов и в который раз озвучил свою позицию по данному вопросу. Он снова напомнил, что комиссия создана им. Если она завершила свою работу, она должна сообщить об этом президенту и пригласить его на рассмотрение итогов. Кроме того, по закону, её работа нелегитимна, потому что комиссия работает без положения. Конечно же, хочу поздравить многое болезни. Мы хотим, что мы на многое, на многое, на многое, на многое, на многое болезни. Мы хотим, что мы на сомбун рассудовали, а мы на сомбун подскали на кастер-тима. Мы хотим, что мы на сомбун подскали на сомбун. Президент Бибилд Танатолия. Я欧, что мы на сомбун. Мы хотим, что мы на сомбун. Поехали, что мы хотим, что у нас, мы хотим, что ДУВАН, ДУВАН Но я не могу. Я хочу, чтобы я не могу. Вернись. 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 Но я не могу. Что-то есть. Я не могу. Я не могу. Вернись. До следующей России. Вернись. Вернись. А вы, когда zаплиете тапы. А по тебе надо будет. Согьи жrew. Вернись. Вернись. Он. Он. По правам человека, мы снились с сопроводством делами кукуртой. Вот я хищен дебеку оттуда. Стои люди, министр иностранных льев, иностранных ума границат оттуда. И границат оттуда, как мы стоим в иназид-то. Стои люди советник, президент советник. Президент советник, президент советник. Президент нет, ну а что Президент нет. Президент у Курге, по-русски. Президент government, начнем на месте. В первую очередь, куклт из-за конца observation, Это land, с ней, немного трудно. Президент, в clarification хотеть, кто-то хочет работать, Магазин, Забравка, Ахшав, Период. 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 Магазин, Забравка, Период. Магазин, Забравка, Ахшав, 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 Период. я не говорю но тогда вот вот все он и он ему и он меня и Я говорю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Магча ивэн жинетта бахастам, хэл майфастам, мэн комиссия дар фейсавти, мэн положение дар фейсавти. Ма хэйнал раистам. Мэн по мэн барад депутаттэ, хэс шэмэйр шэва, витэ хэрюшэ кэстэн, хэд ма бэндур бэрд. Мэн бэндур бэрд. Комиссия, комиссия хэстэр, нэсэ бэрдтэ. Мэн дэптöm, мэнmin,тор депутаттрэ, хэрюшэйд чээ, хэрюшэн, хэрюшэвьд хэмэн нэ하 риэн па лиэ нэхэгэ. Когда мы поговорили, что вы попали о том, что Анатолье, который выжидный? Мне не может быть с ними, а мы не с ним. Но с ним с ним не слив, но сегодня уже не слив, а вы слив. Давай не слив? Мы слив. Мы не хотели выжиться, что вы это посол contra меня. Во время войны одна из Больер-моказаний, которая теперь была в Великой Москве, у нас было в Больер-моказании. Что такое? Что такое? Я верю, что я впервые тупик не знаю! В этом году они хотят сделать все из Амирана из Амирана, 態ь-то не подумайте! Что такое? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Вопросы в большей части касались Жилья глава государства Субтитры создавал DimaTorzok 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 Глава государства в очередной раз призвал население республики бережно относиться к своему здоровью, не игнорировать средства защиты и пройти вакцинацию В ходе встречи жители села обращались к главе государства и с другими насущными проблемами, но вновь возвращались к проблемам жилищного характера Анатолий Бибилов отметил, что от жителей села Дменис поступило порядка 40 заявлений, касающихся жилищных проблем По его словам, в 2021 году в Цхимвальском районе в общей сложности было построено 2-7 домов Хельчуа 3, Прис 5, Зар 1, Гуджабар 3, Хей 2, Дменис 3, Хитагурова 1, Сатикар 3, Тбет 2 Я много не считаю, что хжарами стараются неины, они до思伊 не gifted нетя дажеciendo Поэтому мы будем смотреть по возможности У села Дменис уверяетcision, что дажеrey то хжар которые действительно становятся Но почему к��apse мне человек без такой хжар,лер? Это был хжар Литс-Хжар Я по своим возможностям говорю. Какие у меня возможности будут, так я и буду строить. Но я думаю, что не менее двух-трех домов в следующем году мы здесь построим. Главе государства также поступил вопрос о строительстве спортивного зала для Дменисской школы. Анатолий Бибилов ответил, что вопрос уже обсуждался, и его строительство запланировано на следующий год. На просьбу оказать помощь в издании научно-популярной книги по ветеринарии и животноводству президент пообещал автору оказать необходимое содействие. Одна из жительниц села выразила главе государства благодарность за помощь ее ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи, а также за строительство дома. В завершении встречи Анатолий Бибилов пожелал всем собравшимся крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и радости в наступающем новом 2022 году. Стелла Бязарова, Оксана Джоева, информационный выпуск сегодня. За большой вклад в развитие системы здравоохранения Республики Южная Осетия президент Анатолий Бибилов наградил мецената Дмитрия Коновалова Орденом Дружбы. Президент выразил ему благодарность за проделанную работу. Тему продолжит Марьяна Чучьева. Глава государства Анатолий Бибилов наградил мецената Дмитрия Коновалова Орденом Дружбы за большой вклад в развитие системы здравоохранения Республики Южная Осетия. За большой вклад в развитие системы здравоохранения Республики Южная Осетия наградить Орденом Дружбы Коновалова Дмитрия Яковлевича. Напомним, что Дмитрий Коновалов полностью взял на себя финансовые обязательства за проект по цифровому контролю оборота лекарственных препаратов в Республике. Президент выразил благодарность за проделанную работу и подчеркнул, тотальный контроль за лекарственными препаратами необходим. Давно говорили с Сусланом Таровичем, что нужен такой, можно сказать, тотальный контроль за лекарственными препаратами. Почему? Потому что был определенный непорядок в распределении лекарственных средств, их отчетности и так далее. Считаю, что это важное направление, действительно, причем это коснется непосредственно людей, людей, которые ждут этих лекарств, людей, которым требуются препараты. А для Министерства здравоохранения это, конечно, будет таким важным направлением контроля за приобретением и расходованием лекарственных препаратов. Я хочу вам выразить огромное спасибо. Действительно, это такие вложения, которые, можно сказать, соотнестись с высокой благотворительностью на самом деле. И, без сомнения, для меня очень важно тоже, что сегодня в Министерстве здравоохранения такой серьезный этап развития цифровизации вот этой нашей лекарственной составляющей. Глава Минздрава Суслан Маниев отметил, что в ведомстве сейчас наблюдается серьезный этап развития сферы здравоохранения республики. И сделано это при непосредственной организации Дмитрия Коновалова. У нас это серьезный этап развития здравоохранения республики. И сделано это при непосредственной организации Дмитрия Яковлевича. Он понес все расходы, абсолютно все, это несколько миллионов рублей, абсолютно безвозмездно. Более того, лично приехал и курировал, и организовывал проект реализации цифровизации лекарственного рота препаратов. Это непосредственно с нашим сотрудником, Гатикоев Инал Черменович, который возглавлял этот проект и успешно его реализовал. Дмитрий Коновалов заверил, что не собирается останавливаться на достигнутом. В дальнейшей перспективе разработка проектов по цифровизации медикаментов, а также цифровизации медицинских услуг и медицинских карт пациентов. Система позволяет эффективно использовать в том числе денежные средства здраво, очень здорово. Препарат будет списываться только в момент использования, не передачи в отдел, врачу и так далее. Эта система также позволяет в структуру включить и коммерческие организации, например, аптеки, также ввести учет фальсифицированных, везенных, подход таможни и так далее, конфискаты различные. То, что сейчас, возможно, имеет место быть, в России эту проблему решили, я думаю, здесь мы тоже и решим. Без сравнений, это очень важно. Вот организуем и систему закупок, и контроля реализации. Проект реализован и в первой половине января будет введен в эксплуатацию в подведомственные Минздраво-структурные подразделения. Марьяна Чочиева, Сармат Гузитаев, Тамерлан Кусраева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня. В школу республики в скором времени поступят новые учебники. Утром в Министерство образования и науки поступила последняя крупная партия книг. И сегодня же началась процедура распределения. Первая партия была отправлена в Ленингорский район. Все учебники соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Репортаж Яны Плевой. В общеобразовательные учреждения в скором времени поступят новые учебники. Уже сегодня началась процедура распределения. С утра в Ленингорский район была отправлена первая партия. Всего в республику поступило свыше 85 тысяч экземпляров. Это одна из самых больших партий, привезенных в дар. Мы их формировали, собрали данные по всем районам, школам. И то, что они хотели, мы заказали. Должны были прислать чуть раньше, но прислали сейчас. Первую партию мы уже получили, вторую они отгружают сейчас. И мы их распределим сейчас, отдаем, вот этим сейчас занимаемся. 27 июля в Москве состоялась рабочая встреча министра образования и науки нашей республики с представителями Министерства просвещения, Министерства экономики, Министерства финансов Российской Федерации и Россотрудничества по вопросу совершенствования учебно-методического обеспечения реализации общеобразовательных программ. Вопрос был одобрен, и в кратчайшие сроки началась реализация данного проекта. В рамках исполнения поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Татьяны Алексеевны Голиковой было решено одобрить предложенный Министерством просвещения России единый механизм организации поставок учебно-методических материалов в Республику Южная Осетия и Республику Абхазия. В середине года в Министерстве образования и науки нашей республики начала стекаться информация о недостающих учебниках. Тогда же были сформированы заявки. Библиотечный фонд последний раз такой же большой партии учебников пополнился в 2017 году. По решению, которое было принято на данном совещании, фонду «Русский мир» было предложено в рамках средств субсидий на обеспечении его деятельности, предоставляемой Министерством просвещения России в рамках государственной программы Российской Федерации внешнеполитическая деятельность, обеспечить закупку и организацию поставок учебников. Был определен срок реализации данного проекта. Это декабрь, конец декабря 2021 года. И, как мы все видим, данный проект успешно реализовывается и подходит к своему завершению. Мы благодарим и Министерство просвещения Российской Федерации, и все министерства и ведомства, которые были вовлечены в реализацию данного проекта за оказанную помощь. Это огромное подспорье всей нашей образовательной сфере. Первая партия учебников поступила несколькими днями ранее. Сегодня с утра поступила последняя группная партия. Распределение учебников осуществляется на базе 6-й средней школы. Именно сюда приходят библиотекари со всей республики. Книжный фонд школ пополнится всеми необходимыми учебниками и пособиями. Сама поставка представляет собой гуманитарную помощь со стороны Российской Федерации Республики Южная Осетия. Это помощь средним общеобразовательным школам. Учебники по литературе, по математике, по русскому языку, по иностранным языкам. То есть от 1 до 11 класса полный комплект учебников. Некоторые учебники даже датированы 2022 годом, следующим годом. То есть учебники все последнего издания. Все учебники соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Поставку осуществляла одна из самых крупных российских книжных издательств просвещения. Часть книг будут распределены до Нового года. Библиотекам сейчас предстоит систематизировать и осуществить техническую обработку новых поступлений. Яна Плева, Арсенгасиев, информационный выпуск сегодня. О том, как будет работать общественный транспорт на годнюю ночь и в целом выходные дни до 10 января, нашему корреспонденту рассказал гендиректор Управления автомобильного транспорта Южной Осетии Альберт Дудайта. В Управлении автомобильного транспорта Южной Осетии утвердили новые расписания движения автотранспорта на предстоящие новогодние праздники. О том, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь и в целом выходные дни до 10 января, рассказал гендиректор Управления Альберт Дудайта. Субтитры сделал DimaTorzok По словам гендиректора управления, созданы все условия для удобства населения. Единственное исключение 1 января. В этот день работа общественного транспорта полностью приостановлена. В период с 3 по 10 января, включая 6 и 7 января 2022 года общественный транспорт будет работать по обычному графику. Стелла Бязерова, Оксана Джоева, Альдина Чихоева. Информационный выпуск сегодня. Президент Анатолий Бибилов поздравил с наступающим Новым годом жителей Дзавского района. Глава государства пожелал им исполнение заветных желаний и вручил детям района подарки. Здесь же состоялась торжественная церемония открытия новогодней елки. В Дзавском районе состоялась торжественная церемония открытия новогодней елки. Актеры Государственного драматического театра и студенты актерского факультета представили детям красочную новогоднюю программу. Сказка под названием «Новогодние приключения героев мультфильма Мадагаскар» пришлась маленьким зрителям по душе. С наступающим Новым годом жители Дзавского района поздравил президент Анатолий Бибилов и пожелал им исполнение заветных желаний. Я обращаюсь и к взрослым, и к детям, ко всем присутствующим и ко всем жителям нашей прекрасной республики. Я всех вас поздравляю с наступающим Новым годом. Желаю вам добра, благополучия, здоровья и самое главное взаимопонимания. Новый год всегда сопряжен с чем-то новым, особенным, красивым, приятным. И чтобы действительно 2022 год для вас был особенным, приятным, добрым и с большими-большими успехами, как в работе, так и в жизни. С Новым годом детей поздравила и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Цхавребова. С Новым годом, с наступающим. Спасибо большое, что вы у нас есть вообще в нашей жизни, потому что вы то самое ценное, что у нас есть у всех у людей. И будьте счастливы, будьте здоровы, растите хорошими, большими, чтобы вас любили родители всегда и все ваши близкие и окружающие люди. Всегда будьте отзывчивыми друг к другу и верьте всегда, что Новый год это чудеса. Верьте в них всегда. В завершении мероприятия глава государства передал детям новогодние подарки. Зарина Кочиева, Альдина Чихоева, информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok